Назад в будни. Новогодние каникулы подошли к концу и вместе с трудовыми днями пришла посленовогодняя депрессия. Как утверждает статистика, большая часть трудоспособного населения подвержена постпраздничной хандре. Негативы добавляет серая и унылая погода. Как быстро восстановить силы, настроиться на рабочий лад и можно ли вообще избежать плохого настроения, выяснила наша съемочная группа. Слово Елене Васильевской. Химчанке Ирине Козиной не до хандры. Грустить попросту некогда. Уже 4 года она активно занимается танцами. Кстати, именно это и помогает девушке сохранять позитивный настрой. Признается, депрессии у нее не бывает. Мы всегда приходим на тренировки и это очень помогает. Мы здесь отдыхаем, разминаемся, совершенно некогда скучать и забывается все. Нет снега на улице, ничего. У нас есть тренировки. А вот тем, кто не имеет любимого занятия, приходится сложнее. Отвлечься просто не на что. Отсюда и уныние. Не способствует бодрости духа и нынешняя зима. Мы встаем темно. День у нас проходит темно, пасмурно. И все не так, как бы хотелось. Это нет катания на лыжах, нет катания на санах, нет того веселья, которое всегда присуще нашему зимнему периоду, именно праздничному. Чем ярче и веселее отмечались праздники, тем сложнее входить в привычный ритм. Психологи советуют воспринимать выход на работу, как возможность поделиться с коллегами, накопившимися за праздники эмоциями, или воспользоваться другими способами. Можно достать фотографию, семейный альбом или найти эти фотографии у себя в телефоне и посмотреть на себя счастливого, довольного, испытывающего все проявления радости. И еще один прием называется календарь радости. Вечером уделите себе внимание. Пять минут для того, чтобы вспомнить радостные события дня. Кстати, врачи говорят, что послепраздничная хондра зачастую связана совсем не с длительным отдыхом. Все объевшиеся салатов, всяких вкусностей, которые весьма-весьма не полезны для нашего организма. И организм надо разгружать, его надо чистить. Чистить надо очень упорно, потому что это шлакованность. Она опять же ведет к плохому настроению, к плохому состоянию и к упадку нашего духа. Чтобы быстрее прийти в себя после праздников, нужно налегать не на тяжелую мясную пищу, а на фрукты и овощи. Правда, зимой они не так богаты витаминами, как в летнее время года. Поэтому специалисты советуют дополнительно принимать витамины. Высидеть очередь к врачу не всегда бывает возможным, поэтому зачастую приходится обращаться напрямую к фармацевтам. Добрый день, подскажите, пожалуйста, какие витамины лучше принимать зимой для поднятия тонуса. Витаминов множество, ценовой разброс тоже разный. Здесь есть самые простые за 30 рублей, есть дороже, например, за 500. Как пишут производители, здесь содержится множество микроэлементов. Но самое главное, что влияет на настроение, это витамины группы В. Настроение нам помогут поднять витамины, которые принадлежат группе В. Они очень благотворно влияют на нервную систему, повышают настроение. Первая неделя после праздников вышла короткой, всего два дня. За выходные нужно успеть окончательно прийти в себя. Эти дни психологи советуют просто побыть с семьей и эмоционально успокоиться. И главное, не забывайте про улыбку, ведь как поется в песне, от нее станет всем теплей, а следовательно и настроение улучшится. Елена Васильевская, Алексей Козеров, Служба новостей.